В этом году Полевскому филиалу Уральского института экономики, управления и права исполняется 16 лет. За этот период было выпущено почти 400 студентов. На сегодняшний день в ВУЗе обучается более 200 человек. Филиал в Полевском имеет ряд преимуществ. К нам преподаватели, особенно профессора, ездят активно и всегда вовремя. И поэтому они всегда рады принимать участие в занятиях с нашими студентами. И поэтому я говорю, что это достоинство нашего института. И еще достоинство в том, что наконец-то с 2009 года мы имеем в собственности это здание. Раньше, до 2009 года, мы снимали здание и платили большие деньги за аренду. Сегодня это здание наш институт выкупил, и это является собственность нашего института. В институте для студентов всегда распахнуты 10 аудиторий. Есть уникальная библиотека, в которой примерно 24 тысячи изданий. Создана электронная библиотека, компьютерный класс, а также другие технические средства, которые позволяют квалифицированно обучать студентов. Алексей Рябухин поступил в этот институт еще в 2001 году и успешно его окончил в 2007. Он считает, что каждый должен стремиться получить высшее образование, ведь это не только необходимые знания, но и важный жизненный опыт. Как на серьезном производстве общаться с людьми, если ты не знаешь основ юридической грамотности? То есть это и трудовое законодательство, это и внутренний трудовой распорядок. Для того, чтобы быть серьезным руководителем, конечно, в первую очередь надо иметь базу высшего образования. Мне в основном наш юридический институт помог в становлении до той должности, в которой я сейчас нахожусь, за счет того, что я довольно-таки часто имел опыт общения с людьми, чувствовал, что мне не хватает немного опыта общения с людьми, я не знал, как правильно поставить ту или иную задачу. Но вот юриспруденция помогла мне и как личности восстановиться, ну и, конечно, для своих личных целей. Александр Блинов учился вместе с Алексеем Рябухиным. Сегодня он работает в экспертно-криминалистическом центре главного управления МВД России по Свердловской области. Признается, что знания, полученные в стенах института, очень помогли ему. Благодаря знаниям тем, которые получены были в институте, намного проще и легче работать по тем специальностям, которые есть на данный момент сейчас в университете. Студентка шестого курса Ирина Шушарина работает специалистом в мировом суде. И немало ее коллег получили высшее образование в Полевском филиале Института экономики, управления и права. Когда меня пригласили на эту встречу, я немножко подумала и посчитала половину состава мирового суда это выпускники нашего института. Сегодня на рынке образовательных услуг большая конкуренция. Вузов очень много. Политика правительства направлена на то, чтобы их количество сократить. Но все, кто учился в Институте экономики, управления и права, уверены, что их высшее учебное заведение вне конкурса. Буквально в феврале Институт экономики, управления и права, и в том числе наш филиал, прошли очень жесткую процедуру. Называется она аккредитация и лицензирование. И прошли успешно. И поэтому действительно занимают прочное место на рынке образовательных услуг. Игорь Соколов, Александр Полищук. Новости нашего города.